Пошли, я покажу вам на кухню, как теперь мы без газа пользуемся электропечкой. 73-летняя жительница Запорожья Лидия Донди готовится встречать внуков. К их приходу женщина всегда старается приготовить что-нибудь по новому рецепту. Правда, в этот раз особыми кулинарными изысками гостей удивить вряд ли получится. Уже пятый день даже воду в чайнике подогреть для пенсионерки проблематично. Подачу газа для проверки оборудования в подъезде Лидии Никитичны отключили во вторник, 27 января. За день специалисты обследовали все квартиры, кроме одной. Туда газовиков не пустили. Ни первый раз, ни все последующие. Так вот у нас происходит со вторника всю неделю. В Запорожгазе разводят руками. Говорят, правовых оснований, чтобы принудительно обеспечить доступ в квартиру, у них нет. Остается надеяться на помощь соседей. Почему хозяйка не идёт на контакт? Председатель кооперативного дома догадывается. Говорят жильцы этой квартиры злостные должники за жилищно-коммунальные услуги. Возможно, предполагает управдом бояться штрафов или ареста имущества. Мы планируем сейчас на них опять подавать в суд за коммунальные услуги, за то, что они ни на содержание дома не платят. Пока работники газовой службы вместе с управдомом пытаются достучаться к нерадивым соседям, страдают несколько семей. Представители Запорожгаза говорят, людям сочувствуют, но сделать ничего не могут. По их словам, выход один – договариваться с тем, чтобы обеспечить доступ в квартиру. Похожих случаев по городу десятки. Есть пример, когда жильцы не выдерживают, срывают пломбы и открывают подачу газа. Но это, предупреждают специалисты, недопустимо. Центральный бульвар 16. Отключённый стояк, люди вечером собрались, опломбированный, отключённый кран. Пятиэтажный дом. Люди возмущались, мы работаем там, ну вот так, как я вам рассказываю. Значит, люди самовольно берут, срывают пломбу, открывают кран. Газ пошёл. Мы когда об этом узнали, мы туда как бы летели на всех скоростях, которые только могли включить. Потому что люди не понимают технологии пуска газа. Это не рубильник включить и не воду подать. Это очень опасно. Вот вчера был такой случай, где мы еле успели для того, чтобы не было там беды. За те дни, пока в квартирах горожан отсутствовал газ, платить не придётся. В Запорожгазе утверждают, перерасчёт производится автоматически. Правда, Лидию Никитичну, как и десятки других запорожских семей, вынужденных обходиться без газа, больше беспокоит другой вопрос. Нам бы быстрее газ включили. Больше ничего не нужно. Сейчас в Запорожгазе ищут техническую возможность отрезать от газоснабжения только одну квартиру, чтобы дать голубое топливо всем остальным жильцам. Решить эту проблему в доме, где живёт Лидия Никитична, обещают в течение суток.